МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Денис Публики, студия Чингис Тихонов, и сегодня в выпуске. Благоустройство общественных территорий продолжится в этом году. На очереди объекты в Элисте и районах республики. Прокуратура проверяет причины частых аварийных отключений электроэнергии в Элисте. Соответствующее обращение в надзорное ведомство направил глава города председатель Элистинского городского собрания. Добрые дела неравнодушных жителей республики. В Элисте прошла церемония вручения национальной премии «Мир без границ». 10 января в Казахстане объявлен общенациональным трауром в связи с трагическими событиями, произошедшими в республике в начале января. Батухасиков выразил глубокие соболезнования от жителей Калмыкии и себя лично, всем, кто потерял родных и близких. Желая скорейшего выздоровления пострадавшим. Сочувствуем братскому народу, говорится в тексте соболезнования. Глава Калмыкии Батухасиков отметил благоустройство Парка Победы в седьмом микрорайоне города Элисты. Он является одним из 11 проектов, реализованных в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Радует глаз значительные изменения на территории парка, которые реализовали Министерство ЖКХ Калмыкии и Администрация города Элисты, подчеркнул Хасиков. Он также добавил, что проекты для благоустройства выбирали жители региона. При голосовании за объекты, которые будут реализованы в этом году, наши земляки также проявили высокую активность. Благодаря чему Калмыкия вошла в топ по вовлеченности среди регионов России. Главное – это слышать наших жителей. Берем в работу все запросы и последовательно ими занимаемся, поделился глава республики. В 2022 году планируется продолжить благоустройство территории. Согласно выбору жителей Калмыкии, будут благоустроены парки в Элисте, Лагане и Кибруле, Киченерах и Тундутово, а также площади Мнигахаева в Городовиковске и детская площадка в Ешалте. Глава Калмыкии Батухасиков посетил объекты образования города Элисты, многопрофильную гимназию и среднюю школу имени Сергеенко. Глава региона отметил, что в гимназии началось строительство пристроя, а в средней школе в этом году будет проведен капитальный ремонт. И также возведен новый пристрой. Батухасиков отметил, что с каждым годом в Элисте растет число школьников. Безусловно, это очень хорошая тенденция, но она должна быть обеспечена достойными условиями обучения и новыми местами в образовательных организациях. И благодаря поддержке Министерства просвещения России мы получили возможности для последовательного решения этого вопроса. Конец цитаты. Глава республики поделился, что в текущем году планируется провести капитальный ремонт в семи листинских и десяти школах районов Калмыкии, а также построить столицу региона четыре пристроя для школ. Он также добавил, что в следующем году капитальный ремонт запланирован еще в 18 школах. Глава Калмыкии поручил администрации города Элисты и Министерства образования и науки Калмыкии держать запланированные работы на особом контроле, уделяя пристальное внимание соблюдению сроков и качеству. Глава Калмыкии Батухасиков принял участие в товарищеском матче по мини-футболу с представителями регионального ресурсного центра поддержки добровольчества. Состязание прошло в рамках федерального проекта «Доверяй, играя». Глава региона поделился, победила дружба. Искреннее бескорыстное желание помогать ближнему своему и стремлению к здоровому образу жизни. «Мы все благодарны волонтерам за все, что они делают для людей». По Пушкинской карте можно будет ходить в кинотеатры. Как известно, в прошлом году по инициативе президента страны запущена программа «Пушкинская карта». Это специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт направляет государство. Пользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет по всей стране. Проект стал очень востребованным. Всего за 4 месяца в ней приняли участие более 3,5 миллионов человек. Было куплено билетов более чем на 2 миллиарда рублей. Теперь же правительство расширило условия программы. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. С 1 января номинал «Пушкинской карты» увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год. И со следующего месяца, с февраля, возможности карты будут расширены. Ее станут принимать и в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В течение года на это можно использовать до 2 тысяч рублей. У нас немало хороших режиссеров, сценаристов, актеров. И благодаря государственной поддержке еще больше молодых людей познакомятся с их творчеством. Прошу Министерства культуры и Министерства цифрового развития до 1 февраля обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы «Пушкинская карта». Это должно быть так же просто и удобно, как покупка билетов на выставки и спектакли. Глава города, спикер Элистинского городского собрания Николай Арзаев направил в прокуратуру Элисты обращение по поводу частых отключений электричества. С 28 декабря 2021 года по 5 января 2022 года в ЕДДС Элисты поступило 2714 обращений от граждан с жалобами на отсутствие электроэнергии, сообщил глава города. Сбои в подаче электрической энергии в том числе нарушают работу котельных, приборов автономного отопления, сказываются на водоснабжении, что ухудшает жизнеобеспечение населения города, говорит Арзаев. Он также добавил, что исполнители коммунальных услуг несут юридическую ответственность за непредоставление либо некачественное предоставление коммунальных услуг, ненадлежащее техническое состояние инженерно-энергетических систем. Вопрос очень острый. Перед осенне-зимним периодом энергетики отчитались о полной готовности к зиме, добавил Арзаев. Почему сейчас возникают такие ситуации, внятного ответа мы не получили. Уже говорил и повторюсь, что инвестиционная программа «Калымэнерго» требует проверки. Почему в ней не полностью предусмотрены средства на модернизацию сетей, повышение трансформаторной мощности, повышение надежности электросетевого хозяйства. Все эти вопросы депутаты зададут руководству компании на ближайшей сессии горсобрания, где мы намерены подробно и обстоятельно обсудить этот вопрос. И как стало известно, прокуратура столицы проверяет причины частых аварийных отключений электроэнергии. Об этом сообщает Пресс-служба надзорного ведомства. По поручению прокурора республики, по обращению главы города Элисты, председателя Элистинского городского собрания, прокуратурой города проводится проверка по вопросу многократных внеплановых отключений электроэнергии в столице. Проводится проверка с соблюдением требований федерального законодательства при предоставлении коммунальной услуги электроснабжения населению города в связи с участившимися случаями аварийных отключений электричества. В рамках предстоящей проверки надзорное ведомство проверит размер оплаты при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению, ненадлежащего качества с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также даст правовую оценку уровня износа электросетевого оборудования и дефицита на рассматривание мощности. В результате проверки при наличии оснований органов и прокуратуры города будут приняты все необходимые меры реагирования. С 1 января 2022 года дети-сироты могут получить сертификаты на покупку жилья. Право на единовременную выплату предоставят очередникам старше 23 лет, которых на сегодняшний день в республике более 240 человек. Очередь на предоставление жилья такой категории граждан с каждым годом растет. В связи с этим правительством республики было принято решение в рамках исполнения закона предоставить альтернативный способ обеспечения жилыми помещениями. Речь идет о предоставлении социальной выплаты на приобретение помещения на основании жилищного сертификата. До 1 июля текущего года документы необходимо предоставить Министерство образования и науки региона. Как отметили в ведомстве, единовременная выплата составит более полутора миллионов рублей. Право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата имеют лица, которые ранее относились к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения лиц и числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, достигшие 23 лет и включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Срок выдачи сертификата исчисляется с даты выдачи указанного сертификата и составляет один год. Сейчас кооперативная информация регионального Минздрава. За последние сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 11 жителей Калмыкии. 17 человек выписаны с выздоровлением. 135 пациентов сейчас получают лечение в инфекционных больницах. В тяжелом состоянии 11 граждан, из них 5 на ИВЛ. В режиме домашней изоляции находится 234 человека и с начала пандемии зарегистрировано 743 летальных исхода. К другим темам. С 1 по 10 января 2022 года на дорогах республики зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 9 человек получили травмы различной степени тяжести. И за этот же период при надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 29 водителей, управлявших авто в состоянии опьянения, в том числе один гражданин, ранее лишенный права управления. 6 января в 4 часа 00 минут 22-летний эллистинец управляет машиной ВАЗ-211440, двигаясь по улице Гоголя города Элиста, допустил наезд на препятствие, металлическую газовую трубу. В результате ДТП водитель от получения травм скончался на месте происшествия. Пассажиры данной автомашины 22-летний местный житель с травмами неразличной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. 6 января в 13 часов 25 минут 62-летний житель Яшуйского района, управляет машиной Шкода Рапид, двигаясь по улице Ленина города Элиста, совершил столкновение с автомашиной Лада Приора под управлением 38-летнего жителя Целиного района. В результате столкновения медицинского учреждения был доставлен несовершеннолетний пассажир автомашины Лада Приора. В Элисте состоялась церемония вручения национальной премии «Мир без границ». Отмечу «Мир без границ» – благотворительный проект, оказывающий помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Главная цель – поддержка родителей, воспитывающих детей инвалидов, а также привлечение внимания общественности к проблемам, с которыми каждый день сталкиваются особенные дети. В рамках благотворительного вечера состоялся концерт, в котором принимали участие артисты республики, которые порадовали гостей творческими номерами и исполнили знаменитые музыкальные произведения. Подопечные центра «Дон Ареста» стали почетными гостями вечера и выразили благодарность за приглашение. Напомню, что центр является местом, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься рукоделием, изготовлением свечей, открыток и дважды в неделю заниматься спортом. У нас есть центр для молодежи с ограниченными возможностями, и проходило очень хорошо и активно. Мы там делаем из старых свечек новые свечки, из старой бумаги делаем новую бумагу, открытки потом из этого идут, потом делаем приблизительно тоже браслетики, серьги, бусы и много чего из макраме. Ну, не часто, но когда есть возможность, выбираемся отдохнуть, ну, в плане того, что познакомиться с новыми людьми, общение тоже, посмотреть концерты. Я считаю, что это очень хорошо, очень важно, потому что иметь какие-то там ограничения, это не значит, что надо обязательно быть грустным, надо обязательно загрузиться в проблемы, надо как бы, самое главное, что есть общение, что вместе можно добиться очень много, вот. Главное, чтобы не жить в одиночестве. Подводя итоги благотворительной деятельности за 2021 год, организаторами фонда было вручено 17 статуэток и благодарственных писем за оказание поддержки и благотворительной помощи отдельным категориям граждан. Я хочу отметить, что за последнее время благотворительная помощь, как бы кажется, она увеличивается. Это очень такое радостное, приятное событие, что говорит именно о повышении нашего социального микроклимата в нашей республике и о появлении большего количества людей, особенно среди молодежи, которые четко понимают, на что идут эти благотворительные средства. По словам организаторов, это мероприятие станет ежегодным и только увеличит число лауреатов премии. Эта премия прежде всего для тех, кто посвятил свою жизнь именно тем, кто нуждается в этом больше всего. В рамках данного проекта мы уже провели серию мероприятий. Это и фото-выставка, вы, наверное, все помните, интерактивная выставка была в Национальном музее имени Пальмова. Также это были встречи с родителями и еще много-много разных мероприятий направлены на поддержку и, наверное, больше информирования данной проблемы. Я занимаюсь такими мероприятиями в немножко другом формате буквально с 2015 года. И они у нас всегда проходили в формате концерта. И сбор с концертом мы всегда отдавали на приобретение, на помощь, собственно, семьям, имеющим детей с аутизмом. И эта больше помощь была не материальная, а вклад в образование, взращивание, так скажем, специальных педагогов для детей с ментальными нарушениями. Подобное мероприятие – это начало большого и доброго дела, которое призвано создать для людей с ограниченными возможностями здоровья мир без границ. Нагана Кашранова, Юлия Махалиева, Владимир Цугулинов. Информационная программа «День республики». Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом общении канала ОТР на 21-й кнопке в IP-двизеленной точке Ростелекома и на официальном аккаунте в Инстаграме reacallam.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»